Продолжение следует... 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 Дальнейшие исследования по собору во время институционной работы в середине 20-го лет носили плодной характер. При работах на проноследовании собора в основном касались их росписи и исследования их росписей древних и более поздних, и, судом, необходимого проведения стационно-паравалов на фасадах, в первую очередь, работа с родительским исследованием обслуживания материалов, т.с. десникового состояния, поражения и т.д. Таким образом, несмотря на значительный высокий статус собора, весь смысл показал, что в настоящем времени мы пришли к тому, что комплексных исследований и натурных, связанных с историей строительства, перестроек, так и не было сделано. И, конечно, это, в первую очередь, касается древнего бедра собора, 1163 года. Ну, или, конечно, тоже, или поздно. Из большого объема исследований, которые включаются, как положено, включая состав консистенционных исследований, мы видели наиболее важное для нашего изучения. Это, конечно, новые обмеры и большой объем натурных зонтажей наркологических, которые проводились на постелах и в полах внутри собора, в первую очередь, где-то было недостаточно. Это было выполнено так широко. Ну, много этапические раскопки. Единственное отметить, что в рамках международных шнегасовских исследований был заложен один из шурфов, которые по нашему позаданию санузатинопрым выполняли археологию Стархелу Геран, Нарказовский и Ивановича Миланова. И, особенно, если 5 шурфов сделан внутри завода, это был заложен на пятно собора 2016 года. И эти очень качественные методические и качественные сделаны наши исследования автоматические исследования. И исследования очень много открытий. И они являются частью, как мы говорим, сообщения о архитектуре и археологии. Значит, что мы можем сказать по начальному строительству собора Неблаговского и касательно его планировки? Просто это пример. Это наши материалы в рекомендах. Здесь тоже отомеры с археологов, наложим интерьеров. И я впервые сделал эту другую реализацию. Здесь мы включаем. Ну, дальше, ну, разорвал инфраструкции, прыгся с мосты и так далее. Показаны все реализационные вмешательства 19-го лета. Какими популярными. Здесь, как это же, реализация с наложением, цементрико с наложением планов, руководителя Сексоновича Степанова, собора Андрея Багалевского. Вот примерно они, так сказать, какие-то разные фактические открытия. Местами они скомбинировали с археологическими сандаржами на стыке, на горле пола. И, значит, теперь первое инфраструктивное, которое касается, ну, для первой планировки, я вижу, что на отдельном антаре, в диаголине Голоса, были открыты остатки основания внутренней части, ну, полукружья Южно-Опсид, Собор 1960-го года. И только после этого, наконец, точно посадить план на пан Собор все три опсиды, окраясь на изнадапную схему строения, с положением линии центров, строительных панной линии. Эти исследования археологические были прикреплены сандаржами живышим. Вот здесь вот виден стык кладки сквозь лево, а справа вот такой более рыжий камень. И тут уже на месте начала апсиды сделано сока эпохи Севолова. Вот здесь показан план реконструкции капитализма критически на 2006-е годы и выделена реконструкция автарной части. Значит, одновременно были приисновлены данные уже прикрепленные алтарные части крема при Севоле. Подвердилось предположение о том, что алтарные части капсида и гима, по сути, вот это увеличенное пристроенным почем. Но они были пристроены, очевидно, на разрешающем этапе строительства. То есть, как вышло, пристроены к воскресной новой двухсветной галереи, алтарные силы, в общем, от самого сохранялись. Но, значит, было принято решение увеличения алтарной части, и опсиды были построены в завершающем этапе строительства в последний третий сезон, видимо. И, значит, они практически не перевязаны со стенами, в общем-то, даже это хорошо видно, что не перевязаны со стенами галереи, просто потому что, как в том, что построены, они не приложены. Но, вот, по ростуке показали еще один необычный момент, значит, выяснилось, что опсиды были заложены сначала большего, более, ничего-либо большего размера, это винты на восток, но, значит, видимо их множество экономических причин, значит, это решение было не реализовано. По нашему мнению, вот мы со стоком не имеем какой-то цоколь собора, на заботоке которых, на этом заботоке, припостроен уже со всей, которая сохранилась. Но самое интересное, что такое, ну, в принципе, некое изменение замысла, о котором мы сегодня уже говорили, характеристики Средневековья, здесь не было как бы, не снивелировано, как бы, убрано, да, это сохранялось и существовало достаточно долгое время, если бы мы уже не могли отказать. Смотрите, это вот облокосадный блок с околи, не построено как все, а это ремонт, допустим, с админивертурой, а подкладкой. То, что это, прошедовственные камнями. Это почти вот без фундамента. Важным элементом, сейчас, ну, что это, да, это, это конструкция, естественно, не могла сохраняться просто так, вот, ну, в таком виде. И вот, ну, наверное, удивительным образом, что уж попал на споршенную, с сверху, на кромную плиту. То есть, этот, некий польчик, не знаю, как его называют, был открыт в огромный плит, но она сохранилась, возможно, еще есть, там, споршенные. И самое интересное, что она извинивается изображения XII века, и даже, что это жига Роботова, то армина, что вот эта конструкция, она практически сейчас находится по обращению, она в таком виде, как бы непонятной, это Гаруина, сохранялась до XIX века. И вселенная, как-то она там фигурирует на этих изображений. Переходим, в западную часть собора. Собора. Значит, на шатурном исследовании, у которого установлено, что все уступчики, в плане армии, проходы в западной части собора, 1160 года, устроены на второй строительный период 1160-1160 годов. На месте, что важно здесь, на месте первоначальных стен, в том числе, и две арки, ведущие из уголовых западных компрессментов, под хорами на восток, на нос. Вот как раз это зонтаж, справа, у него зонтаж на этой арке, и на запад, и показная граница слева у нас вкладка WSV, справа, значит, арка, и, естественно, вставные камни, другой на этом, вклад уже сел. Дополнительные зонтажи, в полах, произведенные вот, где показаны под графиками, значит, показали, что непосредственно по уровню пола разводам на стену. Вернемся в том, в основе все село, в том, как разводить, а в герстических 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 блоков, которые, с этой стороны, совсем аналогично, что проходит на замок, чтобы аналогичный проход в городе из главной части ara, Натексы боковые, такие стеновые кладки, сохранившиеся, где арки переброшены, а идут дальше вниз, уже к додору и фундаменту. Таким образом, в Соборке 1660 года белочастично зарегистрированные от Наусу-Натексов и Буховичейки с Наусом не сообщались. И Буховичейки присел, где обратил Наусу, и потом это неплохо, по-моему, запрещено в Наусу-Натексов. Продолжилось изучение этой части Собора, и далось решить старый вопрос о законном проеме северности Наусу-Натексов. Наусу-Натексов и Буховичейки в Северной Галерею Собора 1660 года, а со стороны Наусу-Натексов 1660 года, окно сейчас убирается в склон существующего сода над Северной Галереем. Оркландо под Харам. Установлено, что место том, что в Крутостровской сейчас колонки по Остамам Акна были, преизначальны, словно только в XIX веке. То есть это скользство пояса и в этой части, и в противоположных стран с южной, с южной стороны Атекса было такое же, как и сохраняющиеся, или видите, фасады, неизвестно, с роскосями, и, как говорится, вот эти все украды произошли только в XV веке, возможно, в XVII веке. То есть вывод такой, что при перестровке села с забора, пояс сохранялся, на этих частях и сохранялся, и никаких изначально никаких особенностей не было, не благодаря этого места. Так что здесь восстанавливает четверть лет, оконченные на верхней стенке центра видно, что окно в какой-то момент уходило на улицу, до пристройки галерей села. Такое время, это боярые крыши галерей, в колесах, которые, видимо, уходили до конца колонок, которым поется. И самое важное, что свод, который заходится за окном, он выложился в печатное в XII веке, даже в середине XII века. И в следующий момент, значит, вход в полу формы у Севастиноплаты принят от разор, причем у скорого свода. Реативно, естественно, в север-юк, сохранилось даже рульные доски от оболки, вот на центре снимки это видно хорошо. Небольшой фрагмент от граммки, вот в середине, вот справа у него показывает, и живопись утрачена, и вот, если сказать, закатанной пробелкой, которая известна до, это поделка известна с XII века, до коснического сосавода, уже с Афоном. Это поделка, которая расслойная, она, соответственно, говорит в том, что суд очень поздний, и в заблутовке очень много, даже есть моменты, ворочевого и telecastax, существующего, то есть, какие-то ремонты пока неизвестного времени, например, в середине XIX века. Это очень важно, что уровень штуки этого свода практически находится чуть ниже пола существующего, и вот по исследованию был найден уровень пола во втором периоде, слева внизу на отпечатке, на отходе северного проема, в центральную северную часть пола, таким образом пола, сейчас у нас набор пониже, как обычно бывает, полноцов очень легко, есть набор, и он у нас тут 16 на реке, а есть не тепло, но критко пол 16 века находится ниже существующего пола, а вот пол 12 века был набор выше. Причем вот этот вот перепад, очень важно, что перепад уровней сводов между северным сводом и существующим южным сводом, как достигает одного метра. И, ну, наши исследования в южной части дорога показали, что следовательно-мородненьких сводов от свода нет. Сюда не запад-восток, а северный книг не существует, там вот ровная тёрстная кладка уходит вниз в плену, и под ней прожим садутоком и существующим сводом. Значит, мы предполагаем, что этот свод, военных, естественно, позже, когда Куритунская Круз, еще до 1848 года, что на нем русскости находится. Значит, исходя из всех особенностей этой ситуации, мы предполагаем, что в южной части Хукуин-Акту, сэр, спалялся начать лестницы на хворо. Здесь стоит отметить, что существующие юные проемы, которые ведут из центральной части хворо-боковы, уже в части северного, они не просто вставлены, ну, вставлены, вставлены окнами, что уж почему-то раскисаны. Видно, что загладка одного закона приложена прямо у меня, как роскости. Соответственно, эта роскость, ну, самая раненькая, 1661-го года, поэтому эти вот нервные парюмы, которые сейчас соединялись в четыре части хворо-боковы, они, значит, появились уже после его свойства. Но эта кладка, так сказать, очень похожа на первоначальный этап, ну, хотя и на все вы тоже. То есть, еще раз, не требует дополнительного изучения вопрос с матеревки по-круппу про свойства матерских и, ну, по крайней мере, поэтому, почему-то считалось, что близкие. Сам камень сеть такой же, как по исследованиям технологов с полпластом и к карьеру. Ну, как камень, который отрывался перед Угарюцком, присел, я думаю, что они практически такой же. То есть, в связи с чем сложность, потому что для встречать расположен очень похож. Ну, вот здесь вот некое такое двайственное приложение. Ну, вместо того есть положение лестницы, конечно, здесь могут быть варианты, просто технологии, устройства. Плюс сейчас она встроена уже в готовую ячейку. Ну, как бы, такие примеры мы знаем. Ну, пока так на этом этапе мы предлагаем. Ну, соответственно, при приеме устройства для вышеупомянных, в случае Тахара, которые соединили бывший наркест с новыми галереями, соответственно, как бы лестница была у него разобрана. И, значит, по сумме всех пропитается, по сумме всех данных, это требует отделе, как я думаю, это, сказать, отдельное отсорщение, потому что очень много, информации достаточно много и требует регламентации. Мы предполагаем, что лестница присела и находилась в фигура, фигура жилья, предполагающего странствного века. Вот, то есть, как бы, два варианта, с нижней части глиновая, а эту марш, ну, так бы, намашиваем те стены, с которыми каким-то ручным поясом. Так же, важная информация, во-первых, в шоуфе, когда было задумано, что в отзавании дут эту арки, арки системы из наркестов, созданную галерею. Здесь раскрыт порог, поближеный порог Сатурра до Евгалевского, особенно технологичного устройства здесь интересное, основание портала, колонки портала, и много очень интересная информация о порогах галереи. Ну, здесь вот, так же, вот, в шоуфах и военназийной панели, фрагменты МНС в этой северной галереи, панели-искрытки, они вот, с хранической водоселы с телом, но панели, как бы, с вами, практически не поднимли, не поднимлись. Видите, вот тоже поискрытке в галерее. Очень большой, конечно, информация получена по арчным проходам, которые у нас сейчас ведут, то есть ведут из галереи со стороны «Объем», исследования показали, что выставляющие вещество арок, особенно с южной стороны, они или пристроены в XVIII веке, или в XIX веке, или вообще в данную полостью пробиты. в XIX веке. Это вот на этих участках. Здесь тоже показаны участки, есть фрагменты реконструкции, где вот как это выглядело до этой стройки XVIII века. также очень важная раскрытие вот в южной части, ну, в конце, скажем так, вот, хронил Сарка. Она вполне сделала ускорительники, которое было показывано, что арки были ускорены только Белый английский язык, он использовал техникум и смех, по поводу студентов. Те, кто из-за разных инфляций! Неинтересно, именно в том числе, иначе в том числе, природные звезды спорте. Нужно ноутбуки в комплекторе, и то, что в речи, не было в том числе. И в том числе, в том числе, и на это XI, не было в том числе, Но после того, как он был в храм, он был, столько спросил он, что галерея всегда не обнимает на Ярусу, не было с кедой, с небольшими хорами, но все будет такие вот послуги боковой галереи. Это даже хорошо понятно по эпоху XVIII, где гемонстрация вся, как описано отдельно, то есть претела своей гемонстрация, то есть все вообще посмотрелось и описывалось отдельно. Но вот эти перестройки Сностега, они очень сильно как бы заслонили, на самом деле, истинные памятники на протяжении всего Средневековья. Тут, значит, вопрос только, и вопросы, которые не совсем понятны. Точность и пропаганди, точная ясность для аргий, ведущей из западной части Наваса в Галилее, потому что они появились только столь капилонов, то они могут быть и все, но, возможно, будет такой вариант, как бы, что это было сделано при Богородском, тоже не с начала процессе, но вот. Несмотря на то, что до эпоха Богородского строительства в Богородском не было такого, от Анатарасова, Маркусова, у него происходили какие-то изменения в протяжении этих 20 лет, не надо было давно Богородскому очень хорошо жить после этого строительства, и что-то там происходило, и это тоже нужно учитывать в данном случае, что мы можем, так сказать, совсем точно… Так, также очень важная задача, который еще Фабб сделал, ну, раскрыт цоколь, пусил цоколь в скором месте, примыкание фасадной пол-колонки. Наконец-то мы получили информацию по рейтбару цоколь, по-настоящему, и, соответственно, такая реконструкция грубинка, вот. И, значит, конечно, мы наиболее по профилюровке и по, скажем так, по всему, похожему по горюку, так скажем. Вот. Хотя тоже есть некоторые нюансы. Ну, еще один важный элемент такой, который, как бы, еще во всех реконструкциях включался, значит, вот. 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 А здесь очень важно вот брать внимание наiances. То, что от арки поиста сделали в виде именно арочных комструкций, это, кстати, сегнано тактик, метнообразных букв и блоков. Потому что, ну, что интересно для понимания, раз это как бы изменение Pettas в центре, встречаются в советов ointérieur brings Abrahan. Также схема арки над колдами. В виде арычных камней, aquele складывается слева. И справа — это... Едceая внешняя галерея, все угодные, И так же сделаны арки в барабанах, где тоже конструкция не арочная, а просто форма арки, а западками сделанных в блоках. Здесь явно совершенно изменение принципиального подхода к конструкции. В завершении мне кажется, что это только часть преследования. Благодаря обмерам и работе в музее мы сейчас можем сравнить ту, которую имеется в виду, и касательно резьбы уже более серьезной, но совершенно очевидно, что стало ясно, что фасады капителя Богорюбского леса отличаются от капителя Севала. В общем-то, даже вот веры, которые подорожают первого собора, они становятся, как в Испании, что это более стилизованное. А вот это, как бы, не все реалистические, это, конечно, только не собор Богорюбского. Но вот уже, мы не принимаем, что и Богорюбова, эти два, все-таки, отличаются от резьбы, вот эти вот капиталей, собора, связанного собора Богорюбского. То есть, по поводу того, что общее это были все-таки, достаточно сложные образования, и люди могут меняться, уходить, приходить и, возможно, шубать главным, ну, скажем, главным мастером сказанского собора, это обработал только здесь, а пока не был другим мастером, но это требует исследования. И вот, как бы, из таких фактов после открытий, скажем так, уже касательно собора Всеволода, Вот, неожиданно был найден сохранившийся археологий в Сижонце, назад западного портала, который, если так, исследование, который, соответственно, также производил анализ материалов реставрации последовательных веков, позволил дать гипотезу, что южный портал собора и, возможно, северный, который сохранился, а в отличие от южного более-менее, не сильно отличаются от того, что было сделано предоставляться. То есть, большие форматы, и был сделан портал по образцу портала, и вы заданы не были, что тоже сохранившийся, а на самом деле портал, возможно, есть другие варианты, но оно, как бы, имеет такую специфику, которая достаточно сильно отличает, обращаясь от портал Владимир Сузовицкой в 11 по следующей, ну, за небольшим исключением. И здесь вот просто привезена, как бы, привезена вот эта уже адаптация, это сравнение, ну, секрестарный портал, в котором, в частности, не можно регистрирует, я отвечу, хотим, а не наоборот, заданный портал центральный, он, ну, масштаб выдается, один из самых крупнейших порталов, на Моргойской странице, просто так и удивлась, на самом деле. Вот если посмотреть, там, наверное, ну, шрам больше двух метров, а высота просто какая-то, небольшая. Хотя, ну, не исключено, кстати, что в Киеве везде были вот тимпаны с московскими преимуществами, как бы, получается, в южном. Но это тоже, как бы, такая, мне кажется, такое предложение еще следует, потому что материал много, ну, ну, есть вот красивые картинки какие-то в конце, то есть, ну, на самом деле, мы попробовали сделать новые конструкции, ну, на новом этапе. И соборы в Киевском, в первую очередь, и во Всеволоду, конечно, здесь очень много материалов, которые просто маналовы, и на каждый узел нужно отдельно рассматривать, потому что это продолжит работу по различным отдельным элементам. И, конечно, вот, ну, вот фасады, попыток света, предложенные, вот такое решение тоже предварительное, и вот так, украсимное обсудение, без сравнения вот то, что собора на Наполярского есть на то, что и приседание получилось. И завершаем, что предполагается наша эстетическая работа по собору, и очень хочется идти, заложен, конечно, на сопровождающие работы, и, в первую очередь, стоит сказать, что мы надеемся, что будет в этом работе, так как у нас в проекте предполагается замена балов, в соборе полная, то есть работа с балами, то есть мы наконец-то скрываем все, исследуем все, и я думаю, что наши конструкции пока являются промежуточным вариантом, а мы наконец-то сможем подпиши многие, почти все вопросы, которые, возможно, на данном университете решить, он подойдет предстоящую эстетическую работу. Спасибо за внимание. Расскажите, пожалуйста, первое, вы только что показывали галерею, галереи Севера и Сиева, для них есть какие-то основания? Сейчас, да. Вот, да. Значит, да, я просто, к сожалению, я не знаю, вот эти вопросы связаны с конструкцией, да, с фундаментами, там, и с другими, в общем, я как бы, что просто вылезал, потому что так уже много всего. Значит, да, графа, значит, что, графа по поводу галереи, галереи Севера, да? Да, да, значит, у меня есть какие-то основания. Значит, да, значит, мы не имеем, как я уже говорил, в Северной галереи была проложена фаншея, она, к сожалению, это все приходило, как обычно, там, зимой, не, вот, да, вот, по столетам, условно говоря, в общем, надо было делать быстро. Причем, сейчас, вот так вот, сейчас будет. Причем эти работы, они, значит, все эти работы, которые проводят, они, значит, даже здесь финансированы за счет церкви, значит, и поэтому очень органично. Были зафиксированы, то есть вот фундаменты, вот, Северной галереи, и панли, которые там, которые меня были поначальны, и панли уже в Северной. Значит, мы, у нас так получилось, что, да, из-за ограничений по объему, к сожалению, везде мы спали все, чтобы сделать везде, да, к сожалению. И вот даже такой вопрос связан, я понял. Да, и в общем, у нас дома здесь на столетии, да, нет, вису, что мы, я просто даже не вырезал, значит, мы сделали два небольших сетажа, а главное, там, все перекопано в советское время, поэтому у нас, как бы, археологии там уже нету, вот, и, значит, вот, скажу, значит, вот в этом месте, и вот здесь имеются фундаменты. Ну, по аналогу того, что было открыто, вот, что у всех есть, в крайней части, что это вот, то есть, похоже на все фундаменты, по-крысски, сохранились, вот. Но это, как бы, вот, поэтому осторожно конструировали вот западный притвор, как это регистрировал столет, потому что и вот, как конструкция, они как-то не набираются, в первую очередь, что человек должен вот этот вот, да, с мароком. Вот, но совсем нельзя быть уверен, что это тоже была самая цель для Галилея, потому что у него, собственно, нашел по продолжению, куда-нибудь, но, ну, там уже есть класс, что-то упрощено. И на втором вопрос, вы почти ответили, но все-таки я его задам, значит, предполагается еще какие-то работы, то есть, вот, например, ну, тут такой просто предполаган, если бы тут можно было что-то археологически, еще если эту башню подтвердить можно археологически, и те Галилеи, да, как, которые вы, да, не, не, да, в любом городе, если… Ну, еще хотелось бы, конечно, потому что на вопрос были, поискать, это столб, это вашу, там, наверное, такая советская яма, в Севере, там, что, ну, тоже идти на армию. То есть, мы скрыли полы, там, снег, пытались скопать зацепку Савис, 7,870, в конце концов, 50-х годов. Там просто, ну, оно входит в 10 направлений. Какое впечатление, что, как бы, что-то было, но, с учетом, что, наше распроявление, за то, что это бутерболит, который, не совсем точно везде располагали, он оказался вот в этом южной ячейке, что-то не скажу, бутерболит, вообще-то в южном проказе был, там тоже часть врача, но, надо, да, нужно будет дальше исследование, и, естественно, на этапе этого проекта будет награничен с собой действующий музей, и, конечно, каждое такое вскрытие, вот это, ну, будет очень тяжело, вот это вот, и поэтому, многие, да, многие вещи, конечно, они пропагандуют, но если говорить о препарате, то это невозможно, а вот, наверное, проверка, это личное исследование. Мы, ну, как бы, не упираемся, конечно. Красивая картинка, это так. Спасибо. Там еще вопрос. Одна, два вопроса. Конечки? Да, можно быстренько. Почетче, где заканчивалась восточная часть собора, Андреевского, где апсид Андреевский был? А, хорошо, да. У вас там много показов, вот, красные, я правильно понимаю, что, примерно, посередине алтарной части современного? Ну, вот, ну, просто, безумно, вот, это реконструкция, как у Воронина, значит, у него-то показан пунктином апсида, а у него, ну, где-то, наверное, это дальше, чем на самом деле, то есть... Ну, сейчас я отсюда не очень хорошо вижу. Сейчас, сейчас, там, я понял. Сейчас, секундочку. Ну, вот, здесь вот лучше видно, ну, вот. То есть они, сейчас, один начинается, примерно, с середины из этих пиловок. А, ну, здесь уже был, примерно, половин, количество половин, уже все, по сравнению. Ну, не знаю, как это. Ну, вдруг, вдруг, в порядке в стене уже здорового храма они идут. Ну, если вне все части. Ну, вот, получается, что договоры даже не доходят до начала, через全部, а потом, отстроились как в чем-то за конфирмурук? Ну, т.е. примерно третий половин был в съемене в алтаре? А, да. В алтарном постаре. Что значит, если учишься, ну, пунктинсер показывал, что на них тут все еще какие-то копчищи, проинфривозные сделали, но, ну, где-то денег хватило, они уже как-то в соке построили и, как бы, и уменьшились свои пиццы. Ну, почему-то там самые вещи, что они это сока как бы разобрали. Возможно, что конструкция алтарных, это тоже требует чекать поляки, конструкция фундамента, что у Бугалипска и что у всех. Возможно, сплошная платформа под семиоксидом, но это тоже нужно, конечно, проверять. Спасибо. Можно второй вопрос? Вы сказали плитку пола, а под плиткой камень, взгляд, что? Нет, там, значит, везде сделано, сделано вот, сейчас, если не очень хорошо видно, то здесь тоже будет очень просто неплохо, сейчас, может быть, будет видно. Значит, там везде из дисковой под плиткой сделано, потому что из дискового осторжения с исчерпнем, от входа, когда я сейчас на фармон сделано такие, ну, такие мощные, страшные стяжки, вот. Там есть варонящая подсыпочка такая небольшая и песчаная, по-моему, что-то они сделают стяжку, причем, интересно, что вот у села, она, естественно, вообще сильная, большая перепада на тонкой, на толстой, потому что где-то не только там, где он выбрал фундамент, это частично, который был от Галерии Багаревского, он, конечно, там все вылал, они там больше сделают стяжку, а где старый пол, местами… сейчас, может, что будет видно, сейчас… местами просто поверх… поверх… ну, это все дает. вот здесь вот видно, что вот тут стяжка, и вот здесь… на это построено, нам отпечатки открыли, вот, открылись. А подстяжки – тебя? А? Подстяжки – тебя? Не подстяжка – подстяжка, сделанная, при обещании, в сути, снаряд, это как чистый песок, а дальше уже, да, уже там, идут, перерываются, да. Еще будут вопросы? Да, пожалуйста. Микрофон. 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 А все-таки вот эта вот вкладка под апсидами селку – это изменение замысла или это просто такой цоколь широкий был заложен? На него поставлены апсиды. А. Потому что мы знаем, что нижние части как бы стен, они часто представляют собой, по сути, фундамент, потому что они присыпались даже грунтом. Ну, да, в Митерском соборе, например. Микрофон. Микрофон. Да, это хороший вопрос. И он как и касается… Вообще, встроительского основания собора, в Сместо первого, В чём-то, всё это, мне кажется, самое главное, что в этой моменте, это действительно просто, что можно построить, это, там, много, эго, дима-дима, путь, это, там, вообще-то, выучить, как говорится, выучить, об этом, по-ручить, что можно уйти, как-то такое, что-то, и все, как-то, это очень важно, то, как-то там играет все шаги, Сейчас кончилось с цоколем, да, сейчас, тормозил. Сейчас, внизу, да, да, сейчас. Вот, то есть, вот, вот, это уже фундамент, фундамент, вот, границ, вот, здесь вот все просто, вот, то есть, по фактическому направлению на работу получается у нас, из-за того, что мы уже, вот, на организм, когда они здесь сделали, когда прахнут, здесь уже отстёрт, здесь была красная, вот, тыка, на экране, что я их сделал, вот, 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 они показывают, как бы, наверное, шахтеже, то есть, ну... Эта система, производство фундамента, она, как бы, с ним не применялась, а там, не надо учить, что это такие единственные баники, в которых фундамент сделан, ну, стоит какой-нибудь, ну, я думаю, что надо надеяться про это, понимаешь, что эти фундаменты, вот, из, ну, из булыжника, из небольшого рода, это было уже 13, засыпанные рубы, просто засыпанные и пролитые, просто сверху, там, ну, естественно, так быстро и выровнено. Ну, больше уже, фундамент у нас, у нас, очень-то, это, как бы, это, как бы, это, действительно, по-практике, в решении с цитками. Ну, я отличается даже от того, что вы говорили, вот, то, что фундамент, это в том, что всё это, понимаете, это тоже таким, сделанным, вот, это уже, вот, это, уже, вот, будет растворлён уже. То есть, уже изменилась технология. Поэтому здесь никак не получается их вариантов, вот, с этим вот, с этим вот загадочным, восточным выступом. Только как, что они заложили… ЦОКС, на этом, на артилерировали его. Потому что, получается, что пол, пол, пол при всех нас изменился, ну, было так, вот так, потому что, прибыль, по сути, как бы настроены. И они все, соответственно, в этом году, в основном, все фасадные какие-то отметки, фасадные ванильные в этот момент, соответственно, мы сучишься вот так видно, что это просто заботовка, как бы стены, заботовка из стены незавершенных апсидиналистов. Поэтому он реализованный. Видимо, здесь, представьте, там есть мощная платформа, как они могут стоять, это невозможно, поэтому здесь я считаю, что какой-то другой вариант, можно, конечно, надо тут дискуссировать, но самое главное – наличие этих огромных плиток, это же подойдет к работе, сделать таким мощным плитой, это раз, потому что она существовала до нового времени, прикручиваясь к этому принципу, то есть, мы всегда было равными другим. – Хорошо, Шукарыч Владимирович, мы поняли, спасибо, Гоша. Еще будут вопросы? – Нет.